Всем привет! В этом видео мы с вами рассмотрим драконье стекло, драконьи кристаллы эти все, и также немножко я с вами поделюсь из практики немножко, как что делать. Так, поехали. Драконье стекло у нас находится в таверне, в мобильной версии это в таверне, либо можно нажать на аватарку и перейти через свои снаряжения, то есть перейти, вот они, на лорда нажать, выбрать свое снаряжение, выбрать эту ячейку, и потом перейти в это меню, где находится все это стекло. Немного предыстории я вам расскажу. Изначально разработчики добавили только зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый и золотой цвет, который тоже, кстати, содержал пассивные и произвольные атрибуты, но менять их изначально нельзя было. То есть потом добавили уже менять, и сейчас мы посмотрим, досмотрим все эти изменения до настоящего момента. Итак, после того, как они добавили эти атрибуты, добавили стекло, они все-таки добавили каждому цвету, пяти уровнем, скажем так, зеленый, синий и фиолетовый, оранжевый, ну, лучше по цветам будем говорить, добавили к ним уровни. Итак, у нас получается, у нас есть стекло любое, то есть синий, оранжевый и золотое, и в них разница примерно на 75% между зеленым и, например, между первым зеленым и золотым. Ну, они тут здесь 75% плюс два дополнительных пассивных атрибута и плюс два произвольных атрибута золотого. Но, честно скажу, что здесь, конечно, золотое очень сложно делать. Даже при всем желании нужно быть очень активным и заходить на поле, просто там бомбить всех, чтобы дойти до золотого стекла. Ну, скажем так, если мы сейчас поставим за... будем там играть, скажем так, пять месяцев, все-таки соберем драконие стекло, урожая первого уровня золотого, то собрать нам уже второе стекло, то есть стекло повиновения, нам будет очень сложно. То есть это намного сложнее, чем даже первое. И далее это слишком сильно улучшается. То есть последнее стекло у нас... Стоит аж 130 тысяч. Но, тем не менее, атрибуты у него хорошие. Даже за Макси в 25-й можно уже получить хорошие результаты, можно получить хорошие атрибуты. Давайте я вам... Что у нас здесь дальше? Так, у нас добавили пять уровней, на чем я остановился, я уже забыл. Добавили пять уровней. Каждый уровень имеет там свой уклон на что-либо, а также произвольный атрибут. Например, стекло любое первое уровня добавляет только к сбору ресурсов что-либо к сбору ресурсов. Так, а драконье стекло второго, например, уровня, да, он удаёт для ускорения и обучения. То есть скорость обучения, произвольные атрибуты. Давайте мы посмотрим все атрибуты. Сейчас я возьму. Это очень долго, но тем не менее посмотрим. Что мы можем? Также можно делать со стекла, можно производить обработку, например. Так что у нас скорость обучения стрелков и содержание минус шесть. Скорость обучения плюс девять процентов. То есть это стекло для обучения войск, грубо говоря. Второе у нас драконье стекло благодетели. Это для чего? Это для войск. То есть для медпалатки, усиления, ускорения, исцеления. С производства дерева. Тут даже есть атрибуты вместимость медпалатки пассивной 20 тысяч плюс скорость лечения. Но мы не будем подаваться подробностям, потому что это будет очень долгое и утомительное видео. Поэтому я постараюсь намного короче все сделать. Вы можете сами посмотреть, нажав на восклицательный знак, дополнительные атрибуты, которые можно обработать. Так, обработка первые два раза обработки, они бесплатные, а затем уже зависит от вашего уровня стекла. То есть, чтобы обработать драконье стекло первого уровня, нужно 25 золотых монет, а чтобы обработать стекло пятого уровня, нужно уже 100 золотых монет. Но два раза в день вы можете бесплатно делать. Раньше было вообще намного проще, когда сервер не сохранял атрибуты, которые у вас стояли на вашем драконье стекле. То есть, результата можно было добиваться постоянно сброс, постоянным сбросом. А не, атрибуты менялись, когда сбрасываете. И вот как раз в это время я себе сделал это стекло. Где оно? Нет, оранжевое я сделал стекло. Покажу его. Так. Набрал то, что мне нужно. То есть, дополнительная кавалерия и плюс количество обучения солдат. Тем не менее, мы будем еще улучшать, улучшать, улучшать. Окей, погнали дальше. Переходим в фиолетовый, на чем мы остановились. Ну, стекло-благодетель. Оно для лечения, ускорения и объема палатки. Так, это стекло для защиты. Давайте сейчас мы, мистера, глянем атрибуты дополнительные. Так. Лимит солдат в подкреплении он дает. Объем подкрепления и лимит сбора. Ну, один из самых важных. То есть, это все-таки стекло больше для защиты, получается так. Чем для атаки. Так, такое не стекло коварства. А это для скорости. Это для обороны, для дефа, скажем так. Также есть произвольные атрибуты. И мы тоже на них тыкнем. Так. Урон от стрелковых ловушек. Урон защиты. Скорость атаки стрельницы. Вот, замечательная вещь. Тоже урон от пехотных ловушек. Ну, атрибуты. Можно... Вернемся к этому позже, к этим атрибутам. Так, еще что у нас. Драконья стекловые воды 25 уровня. Сейчас мы сбросим. Стекло можно сбрасывать. Так, поставим его. Так, и пикировать. Так, теперь любое стекло можно обрабатывать, да? Как вы знаете, первый имеет только одну пассивную. Один пассивный атрибут, а второй имеет уже два пассивных атрибута. То есть, синие. Один произносто дерева и произвольные атрибуты. Так, поехали дальше. Фиолетовый имеет у нас два пассивных и один произвольный. Оранжевый. Два пассивных и два произвольных. Так, золотой. Три пассивных и два произвольных. То есть, эти атрибуты, они сбрасываться не будут. Которые пассивные. Хорошо. Так. Стекло можно сбрасывать. Сейчас я вам расскажу, как это делать, для тех, кто не знает, да? Мы сейчас снимем стекло, нажмем кнопку сбросить. Вот, например, у нас на 25-м, у нас был лимит войск по ходе плюс 5705. При сбросе он сохраняет уже на сервере. Даже если вы сейчас сбрасываете, он эти атрибуты сохраняет на сервере. Сколько бы времени ни прошло, постоянно, когда вы будете делать это стекло 25-е, у вас получится, что атрибут, он будет, останется с вами на всю жизнь, скажем так. То есть, вот мы еще раз сделали его и смотрим атрибут лимит войск по ходе. Так. Теперь, наверное, все-таки я продолжу на этом же стекле. У нас есть обработка. Мы сделаем обработку и посмотрим новую функцию блокировки атрибута. Так, сделаем обработку. Бонус атаки пехоты плюс 270. Это не нужно мне. Я нажму еще раз. Бонус атаки лучников тоже не нужно. То есть, дальше я идти не буду, потому что, во-первых, обработка слишком дорого. И, наверное, перейдем на вот это производство, на стекло урожая первого уровня. Сделаем здесь обработку. Здесь она дешевле, 25 золотых монет. Так, что у нас здесь? Нажмем обработку. Общая скорость сбора ресурсов. И теперь мы рассмотрим функцию блокировки атрибута. Вот она. Вот она, замочек. Он появляется после того, как вы сделаете один раз обработку. Замочек этот появится. До этого он появляться не будет. Так. Общая скорость сбора ресурсов. Мы ее заблокируем сейчас. Все. Она, атрибут, он останется. А процент будет меняться. Нажмем обработку. Плюс 3%. Плюс 6%. А если мы уберем замок, то нам выйдет любой случайный. Скорость сбора еды. Производство мифрила. Можно, кстати, заменить чуть-чуть больше. Так. Хорошо. Это мы рассмотрели. В случае с оранжевым, мы сбросим еще раз. Перейдем в оранжевый. Поставим оранжевый. Производство еды. Скорость сбора мифрила. Так. Сделаем обработку. У нас обе открыты. Замочки стоят. Закроем. Нет. Сначала сделаем обработку. Производство всех ресурсов. Плюс 29%. Скорость сбора еды 11%. Попробуем обоя заблокировать. Так. Если мы блокируем, получается, если мы блокируем один атрибут, то платим дополнительно 25 золота. Второй атрибут еще 25. Окей. Нажимаем обработку. То есть, смысл ясен, да? Нажимая замочек, мы блокируем атрибут, но не процент. Процент уже рандомом будем крутить, крутить, крутить. Тот, который нам нужен. Каждый день можно бесплатно два раза крутить. Теперь, из предыстории, я немножко расскажу вам еще. Когда вы только сделали, например, снаряжение, любое, только сделали вот золотой, например. Неважно, какого цвета. Главное, после синего. Это относится к произвольному атрибуту. Вот, например, сделаем золотой. Произвольный атрибут у него будет максимальным, изначально. То есть, если в истории этого стекла, который только выпустили, без уровней, была дополнительная скорость сбора золота, плюс 80%. То есть, этот атрибут, это стекло включает по умолчанию. То есть, любое стекло, которое вы сделаете первого уровня, начиная с фиолетового, получит вот этот произвольный атрибут скорость сбора золота. Если вы на своем аккаунте, его будете первый раз сделать. И тот атрибут, который у вас выйдет впервые, в моем случае, это скорость сбора золота, плюс 154 и 22, он останется самым максимальным на вашем аккаунте. Сейчас я вам объясню, почему. Так, зайдем, я посмотрю, сколько у меня золота, я могу ли вам это визуально показать. 17 тысяч, хватит. Сейчас я вам покажу, что это значит. Так, заходим в стекло, нажимаем обработку. Так, нам нужно поймать скорость сбора золота. Будем делать обработку, пока мы его не поймаем. Дерево, загрузка войск, скорость производства еды, загрузка производства дерева. Вообще, это была скорость сбора. Золото что-то не хочет выпадать, тем не менее, сказано сделано. Мы попробуем найти. Что-то выпало 90%, но я пропустил. Так, производство мифрила. Вот, скорость сбора золота. Заблокируем его, получим 75. И мы, наверное, 10 раз покрутим с вами, чтобы убедиться в том, что атрибут больше 154 не выйдет. То есть, максимальный атрибут он вот здесь, 20% скорость сбора золота. И приблизительно 160. Окей. Нажимаем обработку. Плюс 97%. 45, 55, 50, 38, 38, 45, 35. То есть, как бы я ни крутил, все равно, ну, плюс 101, плюс 25, плюс 41. Можно потратить абсолютно все золото, но это не выйдет. Потому что я пробовал, когда еще можно было стекло сбрасывать. И я понял это, что атрибут первый, который выдался, он выдается максимально. Вы, Энн, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Так, дальше я крутить не буду, потому что смысла нет. Теперь, если вернуться фиолетовый, да, и зайти на драконье стекло фиолетовое, у меня с первого раза активировалось вот это дополнительное лимит в войск походе, плюс 5705. То есть, сколько бы я потом не крутил, такого результата я не получу. Что еще добавить про стекло? Так, стекло можно снимать и одевать в любой момент. Например, если у вас стоит золотой, да, сейчас мы наденем на нашего лорана, это стекло. Он даст скорость сбора золота плюс 154%. После того, как вы отправили войско на золотой рудник, любой, вы отправили его туда, он ушел. После того, как он прибудет и начнет собирать, вы можете, отряд ваш, вы можете снять стекло и поставить сразу другое. То есть, когда вы тренируете войска, когда у вас уже прошла тренировка войск, где у нас войска. 20-13 часов. У меня обучается 1755 за один раз. Обучаю я. Но я стекло не одевал, я забыл его, скорее всего, одеть. Но можно снять и еще раз зайти, сбросить. Если золото стоит, сбросить. перейти в оранжевый. Аналогично с зеленым, синим. Разницы нет. Ну, зеленый у него нет произвольного атрибута. Вот, например, это. Нажимаем экипировать, надеваем на лорда. Так, и тренируем армию. То есть, на момент того, когда вы поставили вашу армию, нажали создать, тренировать солдат, он уже в это время активируется. После этого он не активируется. То есть, он работает до, а после он уже не работает. После можно уже снять, надеть другое стекло. Но если его снимать не будете, то он дальше будет продолжать вам помогать строить войско. Надеюсь, я донес до вас, как это все работает. Так, что еще? По стекло. Ну, я думаю, что на этом все. Здесь добавлять больше нечего. То есть, игра обновляется. Я думаю, что все-таки будут, будут еще много очень уровней. То есть, какие уровни лорда 40. 40. Сейчас у нас посадят снаряжение 43, да, уровня снаряжения. Вот сейчас по крайней мере будет хотя бы 40 уровней. Но мы не знаем, когда, и официально это... Это просто догадки. Также дальше у нас, что мы ждем? Мы сейчас очень ждем науку, да, изучить, и вот это вот продвинутое военное дело. Скоро будет доступно. Оно также дает тоже... Там есть точно такие же атрибуты, как и дракониум стекло 5 уровня, да. Количество обучаемых солдат, содержание, минус к содержанию армии. Также к ускорению. Никак его не оптимизирует, так что будем ждать, когда все это доделаем. Ну, на этом все. Если что-то я пропустил, пишите в комментариях. Отпишусь и справим. А так, по-моему, все. Ну, все. Всем пока.